Нормально не поспавши, выезжаю в аэропорт, не нанижу эти рейсы, но выбора чаще всего не остается, поэтому летишь вот так вот очень-очень рано, не проспав и толком дальше тоже не знаешь, чем заняться, прилететь в город в 5 утра. Очень жесткий опыт, заселение в квартиру только в 3 часа дня, сейчас 7 утра, и в общем решила поспать в капсульном отеле несколько часиков, тут часиков, в 3 часика. Спала пару часов, мне кажется, что капсула нагревается от падания солнца, здесь становится более душно, и, если честно, в какой-то момент мне казалось, что у меня начинается клоустер. Все-таки странное ощущение, я здесь второй раз, как-то давно, когда-нибудь в 19-м, уже пробовала такую опцию, но вот как-то, да, вот вентилятор, у меня стоит на максимуме. Ты можешь дверь, и сразу попадаешь в шоколад. Я взяла себе кофе, воды, и уже на обучении сегодня семинар по стопам метода Франклина. Я подумала, что у меня сегодня свободный день, и нужно его чем-то заполнить. Вообще, сам по себе метод я очень люблю, именно для вдохновения, и проходила именно семинар, поэтому надеюсь на то, что это как-то перенаправит мой фокус мысли, так скажем, сейчас, потому что настроение и состояние такое очень неоднозначное. Ну что, я все еще в аэропорту отсмотрела вебинар про стопы моментов Франклина, много чего просто освежила, обновила. Мне показалось, что в этот раз готовать лишь, это даже еще мягче, интереснее, легче доносило информацию, то, что я уже кладу ее. В общем, мне все зашло, я скоротала время очень полезное, и сейчас вот в городе Франклина будем искать в России и уже двигаться в сторону квартиры. Такой домик у нас рядышком будет. Все идут заселяться. Ну что, друзья, я в квартире. В целом, это уже третья квартира в Москве, которую мы снимаем для того, чтобы приезжать на обучение. Ну, я думаю, что они все в целом идентичны по своему состоянию. То, что нам удалось вообще отхватить что-то в этом районе за какую-то более-менее адекватную цену, это, в принципе, уже победа. Вот, просто не смотришь, просто не обращаешь ни на что внимания. Жесть, конечно. Жесть, конечно. Хозы всякие разные. И все. Спешу домой, если честно. Хочется снова как будто полежать, спать, отдыхать. Ждать Лизу. Лиза должна подъехать где-то к 9-10 вечера. Запомните, пожалуйста, эти плоские желтые. Потому что через две недели ходите. Потому что... Вот здесь грудная клетка гораздо выше, чем здесь. Здесь в порядке. Программа. Миро. я чувствую какая-то нога длинная, что с этой стороны колена прошел год, он добавлял, добавлял и добавлял, становился сильнее и сильнее но мозг его разницы так и не чувствовал да, то есть он начал с совсем маленького веса, а через год пришел к большому весу и он не чувствовал разницы амплитуда это один из параметров в вашем тренировочном плане, и их там много масса отягощения, скорость движения, количество повторений, время отдыха когда полная амплитуда это правило, то намного понятнее, сколько действительно раз в упражнении получилось и повтор, который не получилось сделать в полную амплитуду, будет являться околоотказным на улице идет дождь, мы сделали импровизированные зоны Лиза, давай продемонстрируем, как это будет покажи, уверите вот так, ты натягиваешь и вода не попадает роллер у меня под спиной и он тянет меня за голову, вытягивает, вытягивает 10 минут ну, в общем, долгая история, там еще соседка сверху у нас была, это в Сан-Франциско которая занималась структурной интеграцией из Германии Ида Рольф да, Ида Рольф вот, она в нашем, в том же доме жила я говорю, ты меня убиваешь сейчас, как это Ида Рольф ваша он у меня хлопнул по голове, говорит молчать, дай делать мою работу вот, ну естественно, он не предлагает ей ходить так всегда давайте посмотрим, что он там следующее забудет и видите, сейчас рукой она не пользуется дальше я говорю вот 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 в вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok На ролле, сидя на углу, то, что давал мне Джерри Вы увидите, что это поможет вам немного дальше заглянуть назад Правая рука по-прежнему вытянута, прямо перед вами Снимчайте лопатку Это тоже будет помогать вам оборачиваться Двигаемся дальше На самом деле пошла, а крайней мере планировала пойти Хотя бы рядом с идеей урока тем, который мы делали утром Субтитры сделал DimaTorzok Другая группа студентов в Израиле, они просто с ума сошли Он начал с сосательных движений Как можно начинать обучение вот с этого вот Я с ума сошли Да, потому что я иду по плану обучения в Энхерсте Да, с ума сойти можно, да, чтобы не скользили Да, и он просит выбрать такую дощечку, где сцепление со стопой будет больше Вот так Окей, уходи Да, говорит, уходи, все Принеси, подай и не мешай Он хочет перед ней сесть Там еще же снимали другие специалисты в кабинете И там был специалист, который работал с господистами Просто вот тоже смотрела Я еще уже видели и думала Вот если это, разве что зайдите Что может произойти, если этим сниматься регулярно? Мне тоже интересно дальше посмотреть Да, да, да Перепрыгнули, перепрыгнули, чтобы понятно Через 20-30 лет Можно просмотреть Может, по-другому Я, кстати, когда смотрела, правда, эту девочку, которой Аутистин Короче, он хотел ее научить садиться Было прикольно наблюдать, что Семь уроков, что ли, или шесть Как у нее менялось к нему отношение Они будут поднимать таз обеими стопами одинаково Вы можете помочь им выставить ноги в подходящее положение И вы помогите им так положить голову И поднимите голову так, чтобы правый глаз смотрел на внутренний край левого голеностопа А левый на внешний край левого голеностопа А в практике покатаю голову немножко вправо и немножко влево, пока не найду ту самую точку, чтобы смягчиться Мне кажется, что я все-таки работаю жестче, посильнее, чем вы Позиция кажется комфортной для нее И она делает то, что очень часто делают люди Когда я поднимаю ногу, ее стопа остается на себя В ебаней Сейчас все Поздравляю Помните, я говорила, что можно научить человека лежать на столе? А завтра научить пуль Хорошо пробует все время? Вообще само понятие, вот это хавахан именно за бугром, вне нашей России Сколько у нас новых слов? Кабанчиком, за бугром, по шурику Еще что-то сегодня я сказала Сократу Что у нас разные понятия вот этого типа Поразвлекайтесь, поиграйте с человеком и так далее То есть мы это воспринимаем прям вот так буквально Что если это игра, это прям должна быть игра Поразвлекаться, это нам всем должно быть весело, все должны ржать А это на самом деле не то, это просто стиль жизни Что ты можешь вот это вот, have a fun просто делая не... как... живя не своей привычной обычной бытовой жизнью А когда ты просто допустим едешь на кораблике, это уже ну типа, have a fun А кто-то воспринимает это, что ты едешь из точки А в точку Б? Мы воспринимаем это как из точки А в точку Б Как я сказала, have a fun, это в каждую минуту времени ты просто получаешь... Да Очень прикольно Да Вот, правильно Ты такой ненапряжен Да А мы в России это воспринимаем типа, иди развлекись тебя, поразвлекайся Это когда вот прям идем куда-то И там якобы всем должно быть весело, все должны развлекаться Но для них это как образ жизни Просто смотря на Джиль, я реально вижу, что он... он просто живет сейчас Он не помнит, что было вчера, хотя скорее всего он помнит, он просто хитрит Но якобы не помнит, что было вчера, он не знает, что будет завтра, он не строит планы Он просто исходит из ситуации здесь и сейчас Да, есть какой-то там Ну как, он на октябрь то уже купил, мы купили ему билетики Ну это ему купили Это ему купили Это не он купил И он не знает, что будет в октябре, потому что он сейчас еще в Италию поедет Он не знает, что он будет делать Короче, это про... для меня это больше такая, знаете, философия жизни Философия жизни Спасибо за просмотр!